Всем привет! Сегодня у нас обзор стамесок для резьбы по дереву из Японии. Покупала эти стамески в Японии. Это наборы по 5 штук стамесок в упаковке. Один набор стоит примерно полторы тысячи йен. То есть на рубли это получается один набор 500 рублей. Стамески эти фирмы Яшихару Момито. Вот 10 штук. Покупались они для школы детской и юношеской резьбы по дереву. Сану, собственно говоря, простенькие достаточно. Но именно то, что надо для обучения резьбе и возможно каких-то первых серьезных работ. Эти стамески чисто для японского рынка. Делаются полностью в Японии. Все внутри на японском исключительно. То есть вот брошюрка. Это специальные наборы для обучения. То есть японские дети учатся резать именно такими. Здесь повышенная, так сказать, степень безопасности. В комплекте идет вот такая вот резиночка, которая не позволяет скользить упаковке. Это стики какие-то. Я не знаю, зачем эти стики. Японский язык. Так. Особенность этих стамесок то, что у них интересная весьма такая упаковка и прорезиненные ручки. Чтобы открыть упаковку нам надо... Так, нет, открывается она легко. В общем, вот так мы ее открыли и есть такая пимпочка, которую надо приподнять, и все стамески приподнимаются. Так, я вам покажу. Вот так вот. Вот. Стамески, сталь у них... Я даже не знаю, как вам сказать. Сталь отличная. То есть я режу стамесками этой фирмы, только с деревянными ручками, более профессиональные. Здесь сталь 1,2 миллиметра в ширину, которые при более профессиональной идут стамески. У них идет сталь уже не 1,2, а 1,5 миллиметра. Но сам факт, что сталь такая же, он радует. То есть отличная сталь, специально прорезиненные ручки. В чем разница между резиновыми ручками и... То есть я извиняюсь, они не прорезиненные, они полностью резиновые. То есть вот чуть-чуть пластика и остальное все резина. В чем разница между деревянными и резиновыми ручками? Ну, конечно, это то, как они лежат в руке. Во-первых, резиновые ручки, они намного... Намного лучше лежат в руке, и их тяжело выронить. Тяжелее, точнее, чем вот, скажем, такие деревянные. Вот. Абсолютно та же марка. Во-вторых, деревянные ручки, они больше и легче. А стамески с резиновыми ручками, они увесистей. То есть, ну, сделано для удобства, не знаю, детей. В принципе, разницы в стали никакой, говорю, нет. Я бы даже сказал, что вот эти стамески подходят для мелкой резьбы лучше, чем вот такие вот, вот, мои профессиональные стамески. Ну, как полупрофессиональные. Для мелкой резьбы они подходят лучше, чем вот те, что у меня. Что еще сказать? В комплекте вот все, что я вот все показал, вот все, что идет в комплекте. Так, давайте о стамесках поговорим еще. В комплекте идет одна плоская стамеска. Точнее, плоский стамесок идет. Так, один, два. Две плоские стамески, одна угольником, косячком. Так, вот. Я вам покажу. Вот, угольник, косячок. Так. И одна просто плоская. Так. Убираем их. Угловая стамеска. Где она? Вот. Угловая стамеска. Вам, наверное, не видно. В общем, знаете, что одна угловая стамеска есть. И две полукруглых. Одна поменьше, другая побольше. Собственно говоря, побольше для работы побольше, поменьше для работы поменьше. Ничего плохого об этих стамесках сказать не могу. Тупится эта сталь достаточно долго. То есть, если активный, ну, как активный, вот, дети, они режут, скажем, три раза в неделю, по три часа, скажем, ну, вот такие усердные дети, то два года, в принципе, можно их вообще не точить, не трогать. Точатся достаточно сложно. То есть, надо приноровиться к их точению, так сказать. Надо подобрать специальный камень для них. Поменьше, помельче желательно. Большим камнем их трогать вообще не стоит. И особенность, я не знаю, японской заточки в том, что они не полируют стамески. То есть, вот они заточили камнем, и насечки прямо не видны, небольшие вот именно. А мы все-таки привыкли в России полировать стамески, чтобы они блестели. Но я вам хочу сказать, что лучше, чем вот они сейчас заточены, лучше заточить. У меня не получаются эти стамески. То есть, вот они у меня какое-то время прослужили вот такие стамески. И я их точил уже один или два. Два раза я их точил. И вот они у меня все заполированные. Но лучше, чем вот было, как только я их распаковал, лучше у меня не получилось их наточить. Острее они не стали. Но все равно это лучше, чем покупать наши стамески большие. То есть, для миниатюр вот эти стамески самое то. Скажем, вот для шкатулок, вот смотрите, вот таких вот, скажем, небольших работ. Вот эти все маленькие листочки прорезать, это все вот такими стамесками милое дело. Самое то. Ну, в принципе, все я уже, наверное, сказал. Больше мне сказать нечего. Подойдут такие стамески для новичков, начинающих. Устроят они их полностью. Стоят 500 рублей. Купить их можно через посредника. Есть у меня вот в описании будет ссылка на видео, где я объясняю. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Тра. Субтитры сделал DimaTorzok